Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Крачево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Почему население сегодня так себя ведет пассивно? Без вакцинации нам не выйти из этой тяжелой ситуации, говорит доктор Амин Макау. В республике приостановлена деятельность организации общественного питания в ночное время с 22 часов до 6 утра за исключением торговли дистанционным способом обслуживания на вынос. Уже к концу года планируется завершить реконструкцию старых зданий домов культуры в Садовом, Карадонивском и Лебердуковском. А в некоторых аулах появится новое учреждение культуры. Это была любовь с первого взгляда. Как совмещать непростую работу и семью, сохранять традиции и заниматься воспитанием ребенка. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. Сегодня в ходе операции по задержанию вооруженного преступника погиб сотрудник уголовного розыска. На выезде из Карачаевска в ходе мероприятий по задержанию 32-летнего местного жителя погиб оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев. Подозреваемый открыл стрельбу из ружья САЙГА по сотрудникам муниципального отдела МВД России Карачаевский. Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног. Ответным огнем из стабильного оружия он ликвидировал нападавшего. Раненый сотрудник полиции госпитализирован. На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев. По факту произошедшего проводится проверка. Погибший лейтенант полиции Ануар Башкаев из аула Верхняя Мара в последнее время замещал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела МВД Карачаевский. У Ануара Башкаева остались жена и двое детей. Руководство Министерства внутренних дел выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. В Карачаево-Черкесии более 136 тысяч жителей уже привились от коронавируса. Но этого недостаточно, чтобы противостоять ковиду, говорят медики. Какова ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хабецком районе? Как идет прививочная кампания? С какими проблемами и трудностями сталкиваются население района и медицинские работники? Рассказал главный врач Хабецкой ЦРБ Амин Макауф. Альбина Ламкова продолжит тему. В зависимости от тяжести состояния пациента сопутствующего заболевания Министерство здравоохранения Республики распределяет жителей Хабецкого района не только в местный госпиталь, но и в другие. Медицинский персонал работает практически без выходных. На что хочется обратить особое внимание в плане вот этой волны коронавирусной инфекции, у кого она четвертая. По нашим ощущениям на территориях Хабецкого муниципального района это плавный переход с третьего на четвертое. Ощущение, что третья волна у нас так и не прошла. Но особенностью является то, что все-таки клиника в данном случае проявляется очень быстро и поражение легких и других органов и систем появляется очень быстро. В настоящее время люди поступают на лечение в госпиталь Хабеза в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, отметил доктор. На фоне всего этого, честно, я вот на протяжении практически года пытаюсь донести до населения необходимость вакцинации. И на фоне этого я не понимаю, почему население сегодня так себя ведет пассивно. Нам еще необходимо привить практически половину населения. Уже пора делать и ревакцинацию. Но остальная часть населения ведет себя очень пассивно. И я хочу, чтобы каждый из жителей Хабезского района, Карачао-Черкесской республики, Российской Федерации наконец-то понял, что без вакцинированной, без популяции с иммунной прослойкой мы из этой ситуации не выйдем. Самое тяжелое, что может быть в жизни человека, когда близкие теряют своих родных, сказал врач. К сожалению, это количество растет и очень быстро. Вирус не щадит не только пожилых, но и молодых. Амин Макауф привел несколько примеров со смертельным исходом. Как больно родным и трудно медикам говорить о летальных исходах. Женщина поступает молодая, поступает и в течение трех дней больная погибла. То есть мы практически ничего не смогли сделать. И когда вопрос возник, а почему так, Амин Хаджуна, я стараюсь с каждым родственником больного встретиться, переговорить, объяснить, потому что эти недомовки, особенно когда там врачу некогда и так далее, они, честно говоря, вызывают какие-то непонимания из среди населения. Поэтому я сам лично встречаюсь с родственниками. Я родственникам показал тот снимок, который мы делали, что там практически лёгких нет. То есть нечем было лишать человека. На вопрос, овакцинировалась ли она, мне ответили нет. А зачем? Она же молодая. Вот и результат. Ситуация непростая. И если не будет хорошей иммунной прослойки, а это минимум 80% взрослого населения, то ковидные госпитали будут работать в ближайшие несколько лет, сказал Амин Макауф. Альбина Ламкова, Муминаты Шерва, Ислам Урумов, Вести, Корчаева, Черкесия, Хабистский район. Сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению организаций, не соблюдающих ограничительные меры, связанные с профилактикой распространения COVID-19. В соответствии с главовым указом главы республики, приостановлена деятельность организации общественного питания в ночное время с 22 часов до 6 утра, за исключением торговли дистанционным способом, обслуживание на вынос, доставки готовых блюд. Также продолжает действовать запрет на проведение в указанных организациях свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику нарушений этих и других требований данного указа. «Были выявлены факты осуществления предматривательской деятельности по предоставлению услуг общественного питания после 22.00. В отношении двух правонарушителей, возбуждено дело в административном расследовании по статье 6.3 Кодекса административных правонарушений. Санкция статьи предусматривает должностным лицам административный штраф в размере от 500 до 100 тысяч рублей. В отношении юридических лиц административный штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. В соответствии с указом главы Карачаево-Черкесской республики 51 на территории республики действует ограничение на оказание услуг общественного питания после 22.00 до 6 утра. При выявлении фактов будут приниматься меры в соответствии с законодательством Рейской Федерации». Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 28 278 человек. Из них 24 579 выздоровели, 925 человек госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью и днем минус 1 плюс 4, местами до 7 градусов мороза. В Черкесии осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем сильные. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью и днем 0 плюс 2. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Карачаево-Черкесии продолжается работа по строительству и реконструкции домов культуры в сельских населенных пунктах. Реконструкция старых зданий и домов культуры проходит в Садовом, Кардоникской и Олибердуковском. Полным ходом идет строительство новых домов культуры в Козелоктябре, Октябрьском и Дружбе. Несмотря на разный уровень технической готовности зданий, все работы планируют завершить к концу этого года. Напомним, в Карачаево-Черкесии отремонтировано и построено более 30 домов культуры. Это ощутимый вклад в развитие культурной жизни Карачаева-Черкесии и замечательное подспорье для творческих коллективов республики. Профессии их связала. Сегодня мы расскажем об интернациональной семье Кушховых. Как они совмещают непростую работу с семью, сохраняют традиции и занимаются воспитанием ребенка. Патима Даурова в солнечный ноябрьский день прогуляла с семьей Кушховых в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Вот так всей семьей очень редко получается вырваться из монотонных будней. И не мудрено. И Артур, и Анастасия работают в серьезных структурах, где предписаны и суточные дежурства. Он сержант полиции, сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. А она – диспетчер Федеральной противопожарной службы. И те редкие моменты, когда им удается побыть вместе, особенно ценны. Любовь с первого взгляда привела к созданию семьи. И ничто не могло помешать двоим влюбленным. Ни принадлежность к другой нации, ни разное вероисповедание, ни чужие традиции и устои. Она шла со школы, по-моему, в то время. И вот просто так во дворе встретились. Просто поздоровались пару фраз. И вот как-то закрутилось все, завертелось. На самом деле это была любовь с первого взгляда, с моей стороны. Встретились, полюбили друг друга, поняли, что расстояние нам не помеха. Мы прошли, как говорится, войну и горы, расстояние. И вместе до сих пор любим друг друга. Иногда бывает, скучаем друг по другу, доходим на работу, не видимся сутками. Судьбоносное знакомство произошло в 2014 году. А огонь, вода и медные трубы, через которые пришлось пройти молодой паре – это расстояние. Учеба в разных городах, когда все держалось на звонках и переписке. И когда уже казалось, что все трудности позади, пришла повестка в армию. Только в 2018 году Артур и Анастасия создали семью. И спустя некоторое время появилась она – маленькая Афина. Лучик солнца с белоснежными кудряшками. Кстати, имя малышки, можно сказать, было озвучено папе свыше. Счастье какое-то в дом пришло. И стало все намного лучше, чем было. Как бы жизнь стала ярче. А как имя выбирали? Кто выбирал? Ну, имя выбирали мы долго. Искали, подбирали, подбирали. Много имен перебирали. В итоге просто в один день мне, можно сказать, приснилось. И с утра я встал, говорю, вот так, вот так назовем. Она говорит, ну, отлично, и все. В молодой семье Кушковых удивительным образом перемешались традиции двух наций – русской и черкесской. Анастасия с удовольствием осваивает у своей свекрови секреты национальной кухни и даже уже отдала предпочтение особому блюду. Да, лякумы – это моя любовь. Я их могу убедать за уши. И дочь, кстати, тоже. Я ее приучила, и мы вместе, вот, втроем можем каждый вечер сидеть и кушать лякум. Это как семечки. На примере Артура и Анастасии мы в очередной раз убедились, что истинные чувства разрушают все стереотипы и границы. А проникновение одной культуры в другую идет только на пользу детям в смешанных семьях, которые вырастают гражданами мира. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. И ярмарка «Камчатская рыба» снова в Черкесске. По традиции представлен широкий ассортимент свежей, качественной морской рыбы и деликатесов. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Осенью организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу. А купить настоящую, вкусную и ароматную можно на ярмарке. Рыбаки «Камчатки» привезли огромный ассортимент свежей рыбки. И вот она на прилавке во всей своей красе царица лососевых – чавыча. Самая красивая и самая вкусная – это чавыча царица лососевых. Также есть кижуч на сегодняшний день, есть кита, есть горбуша, есть палтус. Палтус считается самая жирная рыба, но она самая полезная и самая диетическая, потому что она хорошо усваивается у нас в организме. Есть белорыбеца – это северная рыба. Она тоже очень вкусная и тоже полезная. Одна из самых деликатесных рыб – палтус. Его особо ценят любители вкусной и полезной еды. Посмотрите, какой у нас палтус на сегодняшний день. Просто шикарнейший палтус. Постоянный гость на наших столах – сельдь. Она является хорошим источником нескольких минералов, включая железо, цинк, фосфор, калий. Самые ценные источники омега-3 – это жирные сорта рыбы. И поэтому рыбка на ярмарке – то, что надо. Ну и, конечно, красная королева – икра. Можно продегустировать и выбрать по вкусу. Принято считать, что у самой вкусной икры должны быть самые большие икринки. И вот они перед вами. Кстати, укрепляет иммунитет. Большой выбор консервов, кальмары, мидии. Ярмарка рыбной продукции будет работать до конца недели в Центре развития предпринимателя на Горького-8. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Таким был вторник в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение исторической драмы «Седьмая симфония». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова